3 200, 4 200, 5, 7 200. Ну, на 500 рублей я покушал. Эдуард Саламатин почитывает выручку за большую часть смены. Этой суммы, по его словам, не хватит даже отдать план за день своему начальнику. А ему еще нужно заправить автобус за свой счет и принести хоть какую-то сумму домой. Ведь работает он не за зарплату. Хотя по трудовому договору заработная плата для водителей автопарка предусмотрена. Оклад я его не вижу. Я только расписываю за оклад и все. Оклада я не получаю. Я получаю деньги. То, что заработал, сдал. Все, что осталось, мое. За рулем Эдуард проводит по 17 часов в сутки. А вот заработать, как говорит водитель, даже в хороший день ему удается максимум пару тысяч. Если же заработанного не хватает перекрыть план, тогда, по словам супруги Эдуарда, начальник угрожает поставить таких водителей на счетчик. Соломатин предоставил журналистам диктофонную запись телефонного разговора. Значит, слушай, ты теперь снимать меня в демаркере. Ты за вчерашний день меня в пятикрасном размере отдашь, реально. Ты меня понял? Почему? И с каждым днем это все будет прибавляться. Я тебе вчера сказал, утром пойдешь и сдашь. Но я же вам сказал, что я не наработал, я... запишите долг. Ты знаешь, с таким голосочком нежненьким не говори. С тобой вообще отдельный разговор у меня. Я тебе сказал, каждый день будет прибавляться. Каждый день. Понял ты меня, да? Дошло до такой степени, что водитель отрабатывает смену. Он не набирает план. Он вгоняет в долги. Если ты мне не отдашь план, я тебе завтра путевку не дам. А в автобус... Автобус простоит, я на тебя еще долг повешу 12 тысяч. За что? За что? Если нету народу, такие морозы, школьники не учатся. Кто на каникулах, кто как, что? За что? С этим соглашаются сегодня практически все водители автопарка. Но не все готовы говорить об этом на камеру. Даже такую работу большинство мужчин сегодня боятся потерять. Другие же, напротив, планируют пуститься на поиски лучшего. Если так будет продолжаться, я в ближайшее время, если найду работу достойную, нормальную, я уйду. Потому что мне надо кормить семью, детей. Я не могу просто здесь прийти работать. В 4 часа встать, 12 лечь и ничего не заработать, как бы. Не хотелось бы так работать. Жалуются водители и на отсутствие условий на случай ремонта автобусов. В неотапливаемых боксах, утверждают они, не намного теплее, чем на улице. Но больше всего возмущают работников этого автопарка, что огромные суммы денег ежедневно проходят через руки их работодателя, без учета их кассовым аппаратом. Каждый день водитель приносит 12 800. Каждый день. Извините, он приносит, у него даже кассового аппарата нет. Вы спросите любого водителя, дайте, покажите чек. Чеков нет. Как-то разъяснить ситуацию нашей съемочной группе директор ТО «Колоколик» отказался. Между тем, в автопарке уже начали массово увольняться водители. Перестали выпускать на маршрут и Эдуарда Соломатина, который теперь вынужден вместе со своей женой добиваться справедливости. Они уже обратились с жалобами в налоговое управление, прокуратуру и инспекцию по труду. А им, в свою очередь, предстоит разобраться со всеми нарушениями Тимиртауского автопарка. Анна Калинина, Владимир Пороховой, Новости Тимиртау.